Они сейчас говорят, вы не должны бояться НАТО, НАТО это оборонительный союз. Оборонительным он был, когда его создали. И НАТО защищает свою территорию, нам продолжали разъяснять. И мы понимали, где есть территория НАТО, когда была Берлинская стена, и бетонная, и воображаемая между НАТО и Варшавским договором. Но когда исчез Варшавский договор, когда исчез Советский Союз, НАТО решила, что теперь она хочет обороняться чуть-чуть повосточнее, потом еще чуть-чуть на восток продвинулась и так далее и тому подобное. Это что за оборонительный альянс, который сам определяет линию своей обороны? Причем включая в себя страны, на которые никто даже не собирался ни за что нападать. Там мысли не было, чтобы этим странам угрожать. А сейчас господин Столтенберг, которого, видимо, Норвежский Центральный Банк не скоро дождется, который остается во главе НАТО, уже заявляет, что НАТО должна нести ответственность за глобальную безопасность. Вот где рубеж обороны-то проходит. Вот где демократии превращаются в автократию, в диктатуру. И уже говорит, что нужно повысить роль Североатлантического Альянса на просторах Индо-Тихоокеанского региона, как они называют Азиатско-Тихоокеанский регион. И прямо намекая на Южно-Китайское море. Вот где будет линия обороны проходить. Азиатско-Тихоокеанского региона